МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА О! Выходишь из калитки, а тут целый... ...коксопарк. И охрана чумазая. ... А машин так много, потому что сегодня в воскресенье работает правление нашего СНТ. Ну, люди за свет платят там, кто за что. Чумазая собака. Давно я не ходила в магазин пешком. Ой, я прямо не помню, это... ...когда я ходила. Когда у меня внуки были. Это было аж в конце июня. Здравствуйте, мои дорогие! Забыла с вами поздороваться. Давайте со мной сходим в магазин. А то мне одну и скучно. А так я с вами поболтаю. Боюсь спотыкнуться. Тыквы какие! А я навыращивала декоративных. Вот нафиг они мне нужны. Люди для дела растят. Сегодня, наконец-то, солнечный день. Девять дней лили дожди. А поговорить вот о чём хотела. Мы, когда переехали в Крым четыре года назад, был у нас опыт общения с местными риэлторами. Да и не только у нас. Тоже с приезжими разговаривали. Все, конечно, в шоке от местных риэлторов. Какое у них отношение к работе, к людям. Наплевательское. Договорились встретиться. Ну, 90% что не явится. И не перезвонит. В общем, такой южный менталитет. Срубить бабла и забыть. Вот это Айва, что ли. А так как мы, собственно, сами имели отношение к этому бизнесу, то иногда, ну, просто вот обалдеваешь, как они себя ведут. Договорились, встретились с девушкой-риэлтором. Она села в машину к нам. Тарахтит что-то там своё. Достает колбасу краковскую, хлеб и сидит за обе щеки. Уминает. Ну, неприемлемые вещи для риэлтора. Вот сейчас, да, мы уже второй год пошёл, как мы продаём свои дома. У нас есть риэлтор. Но вот за этот год мы его ни разу не видели. Как они себя ведут, так к ним и относятся. Ну, вот. Ну, вот, дошла я до своей любимой Воронцовской аллеи. Можно посидеть. Посидеть, передохнуть хоть. Что-то прям пригрело солнышко-то. Что, Чернуха? Язык вывалился пить, хочет, наверное. Как хорошо. Не знаю, видно меня, нет? Вот. Так вот, что я хочу. У нас здесь, в Севастополе, есть наш друг Миша. Он переехал с нами вместе сюда из Мурманска. Только мы уехали с Фиолента, а он там остался с семьёй. очень хороший риэлтор, очень хороший человек. Ну, сам он себя рекламировать не умеет, поэтому это делаю я за него. Мы его знаем 15 лет. 10 лет вместе вот отработали в риэлте. У него такие знания, опыт такой. И к людям отношения очень внимательные. Он лишнего не возьмёт, не кинет, не бросит, не подведёт. Поэтому очень хочется, чтобы у него была клиентура. Люди, которые хотят переехать в Севастополе, ну, в округу там Балаклава, Фиолент, ну, всё, что вокруг. Пишите мне, я вам дам его телефон. Вот я вам прямо сейчас зачитаю. Жилое, нежилое помещение, земля, стройка, новострой. Болеет прям душой из-за людей. Никогда вас не подведёт. Вот. А ему говорят, дурак, у нас так не работают. Сорвал деньги, и всё. Новые приедут. А он всё им, вот, надо базу создавать, надо то, надо сё. Они над ним смеются. А зря ведь смеются. Пройдёт время, и риэлторы будут совсем другие. Ну, им сейчас этого не понять, да и не хотят они. Вот. Так что, мои дорогие, кому нужен риэлтор, российский, в Крыму, хороший, опытный, пишите мне, я вам дам его телефон. ой, надо вставать. Что-то получилось. Так что, не бойтесь и не сомневайтесь. Мы с Алинкой за него ручаемся. Столько лет дружим. Ну, вон, вон мой магазинчик вдалеке виднеется. А пошла пешком, потому что у нас суббота, воскресенье не ходит. Маршрутка, а такси надо еще до 20 числа до пенсии дожить. Сумасшедшая собака. Купила тортик, что-то нам захотелось сладенького. Да, чернух? Да, странный сентябрь в этом году. Люди в шоке все. А представляете, кто приехал отдыхать? Ой. Но море теплое. 24 градуса. То есть, сколько на улице, столько и вода. Ну, все равно, конечно. Странно. Какая же зима-то будет? Ну, поживем, увидим. Мне так нравятся вот такие заборы зеленые. Ладно, не ругайся. Пока-пока, мои дорогие.